и снова здравствуйте всем привет и так теперь по вопросу значит у персонажа должны быть ножницы допустим он что-то режет портной там или еще кто-то как сделать значит рик ножниц для анимации вроде бы ну что тут нафиг это нужно но когда загружаете вы значит бывает вот эти модельки видите да . и не поймете там большой объект или нет но тогда я что делаю сначала с вытягиваю в эту сторону увеличиваю размер если ножницы не появились то тогда я значит пробую их уменьшать очень маленькие ножницы так раз и приблизим все это дело так единица нампаде сделаем r скачал я так вот ножницы семерка нампаде видим что тройка нампаде они тут перекручены переезженные и значит ну поправляем выравниваем нет на теперь что делаем shift а добавляем арматуру сингл бон и такой вопрос как ее установить да где она будет лучше находиться вот в таких моментах я всегда это дело устанавливаем на кручение значит G клавиша вот вложу косточку панель забыл скринка с кейлом включить теперь эту косточку G уведу значит где у нас гайка вот именно на гайку вот эту стройка нампаде G пусть будет введена чуть-чуть в наши ножницы и и значит E вытягиваем одну косточку смотрим что туда когда единица нампаде выделяем косточку r так ctrl z выбираем вверх-низ кости вот эту G поворачиваем на наши ножницы можем чуть-чуть к стенке их увести чтоб амплитуда больше было выбираем значит еще нашу голову вот эту кости и значит E вытягиваем еще одну косточку так видите что косточка перекрутилась это нам не есть good delete бон значит что еще можем сделать выбираем низкости тройка на нампаде и значит под углом косточку еще одну вытаскиваем так теперь значит G выводим ее в бок можно опять же повторюсь чуть чуть повыше так все находится в мешах все зашибись проверяем привязку а потом уже посмотрим как лучше в анимации значит выбираем одну часть так тут у нас еще гайка есть гайку лучше привязать значит к этой кости вот заходим в пост мод выбираем эту кость делаем ctrl p делаем boom все гайка будет на месте так теперь object мод выбираем одну половину значит ножниц выбираем опять же кости заходим в пост мод выбираем куда она будет крутиться это значит вот эта косточка будет ctrl p boom и теперь следом object мод выбираем эту сторону на эту косточку на другую пост выбираем ctrl p boom заходим в object мод выбираем только наши кости заходим значит в пост мод и смотрим значит так видите что ножницы я могу открывать закрывать потом эту косточку могу тоже регулировать под палец да в принципе все хорошо альт g альт r возвращаемся на место но когда будет анимация искать вот эти косточки это будет проблематично тем более если тут что-то будет здесь будет кисть руки ну не сгут короче давайте это все сделаем на одну косточку заходим теперь выйдет мод и что нам понадобится нам понадобится только на нампаде вот эта косточка шеи д делаем и с можно меньше можно больше так уводим ее куда-нибудь пониже наносит д теперь нам понадобится еще две косточки значит выбираем низкости вот этой косточки семерка на нампаде делаем значит е вытягиваем кость делаем alt p clear parent единицы нам поди делаем с делаем g подставляем ее вверх над нашу этой костью вот этой и теперь делаем значит какую штуку мир мир как ши давайте переименуем допустим name авто name и вот теперь можно сделать мир без дубляжа x так не получается да почему так проверим и опор дисплей in front name левая получилось она должна дурную значит мира льдется x global сразу на ту сторону ладно шрифт делаем мира x global и тогда по старинке перетянем не вопрос да так выбираем вот эти две косточки через shift и вяжем к этой кости control пи keep offset теперь вот эту косточку вяжем центральной control пи keep offset так все нормально заходим пост мод выбираем вот эту кость эту кость control shift c inverse kinematic выбираем inverse kinematic влияние на одну кость ну и этой косточки control shift c inverse kinematic влияние на одну кость теперь если мы будем вводить вот эту одну косточку все у нас ножницы будут открываться закрываться но увидите что у нас получается тут значит все это дело перекореживает control z а английская alt g alt r так почему перекореживает потому что ее перекрутила получается если мы увидел сейчас косточку видите что эти кости прикольно будут вводить за собой значит угол наших ножниц с одной стороны это хорошо нам нужно н и там теперь проверяем локация y control z по z вверх вниз она двигается control z мы значит отключаем ее локацию по иксу по игре по игре будет чтобы она только двигалась у нас вверх вниз видите в бок влево вправо она уже работать не будет поэтому уже не будет ломаться так теперь что еще можем сделать ротация смотрим если мы крутим все если нам нужно значит ротация то мы можем просто оставить ее если нам это не надо нам допустим ротация не нужна мы ее полностью отключаем оставим только на поддабл так а ну-ка в принципе она нам вся не нужна так будет и тогда мы раз 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 видите как бы мы ножницы не повернули все ножницы будут открываться и у нас не будет значит деформации никуда она не будет улететь никакая фигня на нее не будет действовать вот это и есть good так теперь это у нас косточка управляшка видите мы можем ее крутить вертеть и какая штука значит с одной стороны видите хорошо что она вот так вот все у нас значит крутится но крутить если мы будем допустим семерка на нампаде видите мы будем перекручивать и она будет крутиться у нас от от этой точки вот от этой от самой дальней и получается если мы будем подгонять к руке то этот угол вот этот поворот нам очень значит будет мешать что делаем мы заходим значит выйдет мод выберем вниз вот этой кости и просто эту косточку уменьшим прям по минимуму так стройка на нампаде g подровняем можно еще и уменьшить и потом поставить поставить constrain какой нибудь ну замену косточки сейчас все это и сделаем теперь получается если мы зайдем в post mode выберем вот эту косточку семерка на нампаде и вы увидите что угол поворота у нее меньше и мы можем значит теперь водить ее возле нашей руки вот это есть хорошо ctrl z alt g alt r все выставляем на голые значит значения по которым они были так вот эти косточки две вот эти инверс кинематик нам не понадобится мы их просто собачим на финджеры финджеры хлоп и все можно даже цвет им не выставлять но если вам нужен цвет заходим в бонгруппы добавляем в бонгруппу и добавим какую нибудь вот пусть коричневая будет и сижим лишь бы мы их видели так вот эти кости управляшки они в принципе тоже не будут задействованы мы можем поставить ну пускай будет даже так это пусть будет сферы так сферам мы поставим чуть-чуть побольше размер так можем назначить другую группу но опять же она не нужна эти кости работать не будут мы можем конечно видите отдельно эти кости тянуть если там подгонять ну пусть будут так теперь это у нас будет управляшка управляшка у нас будет какая это пусть будет стрелка туда-сюда так так уменьшаем стрелку делаем куда я тут 90 ноль и делаем так вот здесь 90 вот как раз нам вот это 90 и нужно будет так теперь нам нужно чуть-чуть подвести к нашим значит вот этой ножницам и здесь уже понадобится значит красная группа чтобы мы очень хорошо видели можно даже потом размер побольше поставить так вот эта косточка у нас теперь уменьшилась это будет управляшка переносная да пусть будет куб или допустим даже чтобы не мешался этот куб где рука будет с кубом не искать ее пусть будет лучше-то от цирка так теперь значит цирка этот мы увеличиваем ноль ставим так смотрим что у нас получается так и поставим здесь 90 вот получается вот такая штука чтобы мы еще больше ее видели пусть она будет больше и поставим ей значит заметную такую группу это пусть будет желтая и получается что все вот такой простенький рик для наших значит для наших ножниц до конца стрелку не видите потому что там уже вот эти косточки вот эти они когда доходят до конца то там будет переворот у вас так ну вот она раз вот оп все бумагу отрезала опять отрезала давайте пропишем какую-нибудь им анимашку чтобы посмотреть как все это дело работает так значит на нулевом кадре прописываем а и ножницы закрытые вот так значит на пятом кадре выбираем просто стрелочек стрелочек открываем прописываем а и прописка опять же у меня включен lock рот отключаем если вам нужно видеть вот эту панельку если вам нужно просто поставить скайл там или еще что-то выбираем что нужно и чтобы лишних движений не делать ставим допустим лак рот скейл чтобы увеличивать ножницы да в размере так потом у нас получается вниз так control z не будем ну вниз тоже можно перевести пока смотрим закрывание да так и получается десять пятнадцать на двадцатом кадре она должна закрыться ну чтоб медленно как бы бумагу режет да а и прописка и теперь значит двадцатый кадр у нас есть они закрытые тогда получается раз оп медленно назад оп оп все работает теперь нужно просто под анимацию все это дело подгадать и будет какая штука еще у вас смотрите возможно там когда ножницы режут открывается одно полотно вот тут это как быть с этим делом смотрите выбираем тогда пятый кадр вот он и допустим как это что у нас тут было закрыто английская а удаляем все покадровки и вот значит на вот этой половине значит палец большой стоит она этой мелкие режет основном мелкий двигает до кистью тогда работаем только одной косточкой мы ее открываем прописываем и потом на десятом кадре допустим на двадцатый кадр медленно закрываем опять возвращаем ее в ноль прописываем и вот но когда он будет этот персонаж резать за счет вот этой косточки у нас будет двигаться значит сама ну сами ножницы допустим кисть будет перекручивать ее где-то там ровно допустим вести и так далее это уже нужно значит пробовать анимацию на самой кисти на самом персонажа ну а так результат вот такой вот английская удаляю вам вот эти вот кадры и ножницы будут значит в группе для скачивания если кому-то нужны для каких-то там сценок там еще что-то пожалуйста качайте пробуйте смотрите как тут все устроено вот такие дела все всем пока до свидания